Ну и мы вам желаем хорошего дня, уважаемые телезрители. Напоминаю, что сегодня в рамках нашей программы мы говорим о холостяках. Холостяк – это гордое звание или вынужденное положение, с которым приходится мириться. Альбек, прошла вот такой интересный, забавный факт. Холостякам в супермаркетах продукты выбираются исходя из срока годности. И желательно, чтобы не надо было готовить. Пельмени выбирают начинающий холостяк, замороженные супы и второе – это уже продвинутый холостяк. А салатики, колбасу и хлеб, ну просто в магистрах. И кто же придумывает все эти шуточки, не женаты ли мужчины со своими женами? Хочешь прожить достойную жизнь – не женись. В мужской среде есть особая прослойка – холостяки. Для кого-то они герои, для других – неудачники, а для женщин – потенциальные избранники. Холостяки могут быть совершенно разного возраста, что начиная от 25 лет, 28 лет и кончая 60 и 80 годами жизни. Что характерно вообще для этой категории мужчин? Обычно такой чисто психологический аспект считается, что холостяки – это такие мужчины, которые социально как бы незрелые. Потому что брак является как бы высшей точкой, ападеем развития человеческих отношений. Если человек не брать, соответственно, соответственно. У тех, кто считает холостяков неудачниками, они ассоциируются с грязной посудой на кухне, разбросанными по квартире вещами, пустым холодильником и антисанитарией. Ведь представить, как холостой мужчина моет посуду, готовит на кухне, заправляет постель или убирается в квартире – невозможно. Однако вышеперечисленные факты смело можно назвать мифом о холостяках. Сейчас как бы образ холостяка очень сильно поменялся. Вот это такие спортивные мужчины, парни, которые живут в хорошо обставленных квартирах, где чисто, где соблюдается чистота, уют, аккуратность. Они могут позволить себе нанять женщину, которая будет приходить, ему готовить, ему не придется кушать колбасу с хлебом и запивать все это пивом. Они ходят в фитнес-клубы, где ведут здоровый образ жизни. И как бы те люди, которые, скажем, получили удовольствие от того, что они находятся там, скажем, сами. Это очень помогает в карьере, я хочу сказать. Что люди, которые свободны, они могут много времени проводить на работе, они более мобильны. Холостяки в настоящее время пользуются большой популярностью среди женщин. Это уже не просто мужчины, которые не могут найти себе половинку. Это мужчины, которые принципиально в ней не нуждаются. Они хорошо выглядят, у них есть уютно обставленные квартиры, друзья и жизнь течет бурной рекой. Теперь быть холостяком модно. Женатые мужчины им завидуют, а женщины пытаются завоевать сердца холодных мужчин. Прикурить не найдется? Старый трюк с зажигалкой, классика. Прости, но ты не в моем вкусе. Мне нравятся высокие блондинки с бюстом, формами. Да, да. Ты меня вообще не привлекаешь. Пора уже понять одну простую истину. Не стоит всех равнять и подавать образ женатого мужчины как единственно полноценный и правильный в этой жизни. И относить всех холостяков разряд бесперспективных, беспутных, бестолковых неудачников. Уважаемые телезрители, в нашей студии как раз все виды холостяков, которые следят за собой, занимаются спортом. Это Талгат Мустафин и Евгений Зелевский, фитнес-инструкторы. Доброе утро. Доброе утро. И сразу первый вопрос у меня. С чего начинается утро холостяка? С разбора, с поисков носков по грязной квартире? Или что? В принципе, просыпаешься, если ты холостяк, ты домываешь посуду, которую я ставил с вечера, потом ищешь какую-то одежду, в пути во всем этом моешься, как-то завтракаешь на ходу и, получается, бегом бежишь на работу. А у вас Талгат? У меня примерно так же. Примерно так же. То есть, все-таки, вы как относитесь к стереотипам о холостяках, что у них постоянный беспорядок в квартире, что они неопрятные и так далее? То есть, вы являетесь примерами таких холостяков, насколько мы уже поняли? Или нет? Ну, не полноценно. Потому что, если вы полностью, грубо говоря, так дома срач, то ни одна девушка не придет к тебе, так как ты холостяк. А если ты холостяк, ты естественно. Так, а можно надавить на жалость, ну, познакомиться с девушкой, был фитнес-инструктор в том же зале, сказать, ты знаешь, у меня дома такой бардак. Вот уберешь ты мне, если уберешь, хорошо дома. Все, я возьму тебя замуж. Ну, не надо девушку так быстро пугать. Потому что, если такое условие ставить, она, скорее всего, убежит. Ясно. Ну, а как вы вообще относитесь к самому термину холостяк? Что это для вас все-таки? Это вынужденное какое-то положение или все-таки гордое звание? Не скажу, что это или гордое звание, или какое-то вынужденное положение. Просто человек выбирает, когда ему создать семью, а до этого он занимается своей карьерой и самореализованием. Ясно. Ну, уважаемые телезрительницы, хочу обратиться к вам. У нас в студии завидные женихи, холостякие. Звоните нам во время рекламы. Прямо сейчас у нас будет реклама. 222-333. Есть уникальная возможность переименовать нашу программу в «Давай поженимся». Не переключайтесь. Группа компании «Солерс» и жилой комплекс «Степной» желают вам доброго утра. Ну, и хорошего дня желают вам наши сегодняшние гости. Завидные женихи Талгат Мустафин и Зелевский Евгений. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну, вы работаете фитнес-тренерами, и много ли в вашем окружении спортивных мужчин, женатых или холостых, которые не торопятся жениться? Вот какой вопрос тебе интересует. Да, для кого-то, для кого-то, может быть, старается. Много ли холостых? Ну, не скажу, чтобы очень много, но есть такие люди, которые стараются больше на себя привлечь женского внимания. А возраст какого? До 30. До 30 лет. А старше 30? Это уже, наверное, женатые, которые просто хотят подтянуть себя. От 25 до 30, до где-то даже, до 40. В принципе, приходят, да, чтобы подтянуться, чтобы обрести самоуверенность в себе, чтобы, получается, нравится своей жене, потому что, возможно, какие-то проблемы. Талгат, ну, работаете фитнес-инструкторами. Очень много, наверное, красивых девушек с хорошими фигурами. Ну, в течение занятий, потом, после, становятся ими. Ну, почему из них не выбрали до сих пор себе даму сердца? Ну, у меня как бы в планах на будущее есть жениться. Ну, тогда почему вы сейчас не торопитесь? Просто еще, может быть, не встретил ту самую. Вот, Талгат, да. Скажите, а все-таки заядлые холостяки, они все-таки изменят свою политику и женятся ли, если встретят ту самую, свою мечту? Ну, я, в принципе, думаю, что если человек встретит спутника, человека, с которым он захочет связать свою жизнь, он поймет, да, и он захочет жениться, я думаю. Евгения, а как вы думаете, вы больше заядлых холостяки или все-таки будете стараться всеми усилиями поскорее жениться? Или все-таки статус завидного жениха вам больше по нраву? Или вы не покинете моего соведущего Алибека в этом статусе? Слово «не покинете» как-то звучит по-странному. Ну, не скажу, чтобы и не тороплюсь, и не так, чтобы пытаюсь стянуть. Всему свое время. Получается, нужно достичь своих каких-то вершин, прежде чем создать семью и так далее. Нужно создать какой-то капитал и так далее. Но не так, чтобы девушка пришла на все готовое. Ну, какие-то основы, чтобы были задатки для этого, чтобы ты сам себя уверенно чувствовал, что что-то ты сам заработал. А не так, чтобы, получается, если вы сразу с молодости, и семья вас тащит. Также бытует мнение, что мужчины в браке, они наиболее успешные. И вот в браке мужчина, он большего добивается в карьере, нежели чем мужчина холостяк. Вот как вы к этому относитесь? Все зависит от женщины, находящейся с ним. А какую женщину или какую девушку вы хотели бы видеть рядом с собой? Та, которая будет восхищаться мной ежедневно. Восхищаться. Восхищаться. Вот посмотри, восхищаться. Алибек пытается меня, конечно же, учить, как относиться к нему. Хорошо, теперь с этого дня мы будем восхищаться нашим заведущим Алибеком. Ну, Евгений, скажите, вот, а много ли незамужних девушек ходят в фитнес-залы? И почему они до сих пор не замуж? Вот такой вопрос. Может быть, они живут для себя, или, может быть, им нравится холостяцкая такая жизнь? Ну, в зал иногда приходят для того, чтобы познакомиться. Не всегда даже для спорта, а просто познакомиться с симпатичным парнем с хорошей фигурой. Так, получается, в фитнес-залах одни симпатичные парни с хорошими фигурами, вот как наши замечательные гости сегодня. Ну, я думаю, так и ты должна прям прямиком, это не намеки, ни в коем случае не подумай. Конечно. Но мне кажется, раз на меня ты внимания не обращаешь, то, в принципе, я думаю, на ребят можешь обратить внимание, я тебе разрешу. Алибек, это твой уже крик души, но я считаю, что каждому человеку, уважаемые телезрители, нужно обязательно ходить в фитнес-зал, сидеть за своим здоровьем, будете вот такого вот примерно телосложения. Талхат, а вы как считаете, ну, в каком возрасте нужно жениться, или вы считаете, что в любом возрасте, и после 30, и в 40, и в 50 лет можно жениться, главное найти ту самую девушку, женщину? Я так и считаю, определенного возраста как бы нет для женитьбы. Бывают люди и в 18 лет жениться, бывает и в 40 лет жениться. То есть это нужно просто встретить того человека. Никогда не поздно. Вот во время рекламы мы говорили о том, что, ну, все-таки некоторые мужчины, к которым, наверное, отношусь и я, хотят жениться для того, чтобы рядом была не только прекрасная, красивая девушка, но и девушка, которая будет помогать в быту. А вы как сами относитесь к этому? И в быту вы сами справляетесь? В быту, в принципе, справляюсь, но если девушка будет, то, соответственно, на нее ляжет часть нагрузки. Часть? Часть, часть. Часть, потому что не надо полноценно на нее все скидывать, потому что это все-таки семейная жизнь, а не, получается, жизнь в одиночку. Потому что получается, что вы остаетесь так же холостяком, просто скинули домашние обязанности на какую-то девушку. Ну вот давайте небольшое резюме, реноме составим для наших телезрительниц. Полы умеем мыть, ребят? Умеем. Готовить умеем? Готовить умеем. А что умеете готовить? Коронное блюдо. Коронное блюдо, в принципе, беш. Бешпорма. Бешпорма. Ну, тут зависит от моего вкуса. У меня нету какого-то коронного блюда, просто что понравится, то приготовлю, к чему лежит душа. А как же мыть посуду после еды? Наверняка лень наедить и сами приготовить, а потом уже посудынуть не хочется. Бывает и такое. Нургулей, смотри, ты хочешь ребятам посуду помыть или что? Ну, я думаю, в будущем будут мыть жены. На самом деле, вот действительно должно быть разделение. Вот это моя жена, а это домработница. Многие воспринимают, многие холостяки считают, что жены должны быть и как на втором плане, как и домработницы. Мне кажется, что многие девушки, которые не хотят убираться и готовить, имеют такое мнение. А вот ваше мнение на этот счет? Ну, как такого мнения, по сути, нет. Ну, просто девушки, многие боятся сами ответственности. То есть, девушки виноваты все-таки? Нет, девушки не виноваты. Просто им так преподносят, как будто они будут домработницей. Нет, все-таки все должно быть совместно. Ну, тогда сразу конкретный вопрос. Ну, гипотетически представим. Вот связали вы свою жизнь узами гимене, привели вы жену, свою супругу будущую домой. Заставите или вы сами будете стоять у плиты, готовить ей? Или как вы будете разделять обязанности? А я считаю, что тут не нужно заставлять. Женщина, если любит, она сама всегда все приготовит. А потом она будет мыть посуду, а Евгений будет вытирать. Дорогуль, а ты не отвечай на вопрос за наших гостей. Ну что ж, Евгений, что вы думаете? Ну, я думаю, что девушка сама должна к этому прийти, потому что она должна проявлять инициативу, а не так, чтобы пришлось ее заставлять. Потому что зачем такая девушка, которую ты будешь к чему-то принуждать? Зачем ты, получается, связал свою жизнь с таким человеком? Ну что ж, вполне, я думаю, объективное мнение, Алибек. Для тебя особенно, тебя научат. А вот, ребят, среди ваших друзей, знакомых, близких, родственников, есть ли холостяки? Может быть, вы на них равняетесь? Ну, как обычно говорят, что мы обращаем внимание на своих родных, берем пример со своих родных, близких. Основное количество моих друзей уже женаты. Я, как бы, наоборот, на них равняюсь тоже. Тоже стараетесь побыстрее? Да, стараюсь жениться побыстрее. А вот у вас, Евгений? Ну, у меня нету настолько много знакомых женатых, но все зависит от того, готов ты или нет. Мужчина может жениться в любом, получается, возрасте, а девушке, получается, есть какой-то предел. Потому что если она чересчур будет долго одинока, они начнут думать по-разному. Везде пределы девушкам, везде ограничения. Ну что ж, к сожалению, и в нашем эфирном времени для гостей тоже есть ограничения. Я хотела бы сказать спасибо Талгат, спасибо Евгению, за то, что были этим утром вместе с нами и поддержали Алибеков в этой холостяцкой беседе. Ну, уважаемым телезрительницам, хочется добавить одно. 222, 333 наши координаты. Впереди у нас не менее интересные гости, замечательные репортажи. И на эту тему, и на традиционные наши репортажи. Не переключайтесь, будет интересно.